Большой ущерб Магадану нанесла природная стихия 10 февраля. С этой темы начал свой регулярный брифинг мэр Магадана Юрий Гришан. Напомним, что с 82-го дома по улице Пролетарской сорвало кровлю и в соседних домах выбило окна. Режим чрезвычайной ситуации после полного разбора завалов 12-го числа в 19 часов был в городе снят. Мы перешли в режим повышенной готовности. Спасатели закончили свою работу к этому времени. Я, кстати говоря, хотел бы поблагодарить всех спасателей, которые работали, даже несмотря на то, что еще ветер не прекратился. Компания Modern Machinery Far East выделила мэрии Магадана безвозмездно кран на разбор завалов. Глава областного центра отметил, что для расчистки завалов город имеет право привлекать любую технику. Нанесенный ущерб во время стихийного ветра магаданцам будет возмещать подрядная организация. Для этого комиссия продолжает составлять акты. Напомним, что сильный ветер в Магадане навредил не только домам, но и автомобилям. Составили вместе с участковыми инспекторами документы о причинении ущерба. По факту причинения ущерба далее они направляются в специализированные организации экспертные, которые оценят и ущерб, который нанесен этим гражданам. Далее они эти документы передают в специально созданную в рамках ЧАЭС в мэрии города Магадана комиссию. Мы определяем на комиссии, кто виновен в ущербе и будем оказывать им юридическую помощь по возмещению этого ущерба. В ближайшее время будет произведена оценка вместе с подрядчиком. Сделать это должен областной фонд капитального ремонта. Сотрудники прокуратуры Магадана по месту происшествия брали образцы материалов и фотографировали узлы кровли. Выяснилось, что в них были явные нарушения строительных норм и правил. Многие строительные элементы не были закреплены. Прокуратура Магаданской области теперь применит все меры реагирования к заказчику и подрядчику и нанесенный ущерб будет возмещен.